а так а теперь у нас сегодня что то новенькое у нас реплей 2 на 2 вот еще ни разу не комментировал такие реплай в принципе нет, что комментировать а вот сегодня будет кстати эта игра с моим участием вы можете заметить тут я есть играем собственно я и реал коммунист тоже хороший игрок за советов вот из новосибирска если не ошибаюсь частенько в топах сидит, на турнирах особо не выступал ввиду того что он работает не буду говорить кем и как вот играем мы против клана евро какое то время да если не ошибаюсь если мне память не ошибаюсь этот клан вроде занимал неплохие места он у них были довольно толковые игроки сегодня это их не два представителя вупси и вегетто вупси это вообще старый игрок вот и вегетто у него прям название какой специи я не помню особо чего он там добивался вот интересно очень у нас тут своеобразный матчап получается мы два совета против двух альянсеров наша часть карты левая их часть карты правая вот карта у нас хорошая то есть у нас будет интересный центр с домами вода много очень экспандов вот ну давайте начинаем так это собственно моя территория желтый совет реал коммунистов и красный совет так вегет это у нас зеленый альянсер и оранжевый это у нас вупси так смотрим коммунист как в своем стиле он играет всегда через кран у него потом будет барак и энергия я играю без крана не знаю зачем на самом деле два альянсера они начинают оба в бараке они сейчас будут активно центр занимать судя по всему здесь видим разбежались собаки я тоже начинаю в два медведя бежит у меня уже инженер у коммуниста кстати у него всегда такая плачистская застройка вот сейчас у него здесь туретка будет то есть она будет против каких-то харасов вот но очень интересно она такая своеобразная так и начинает у нас альянсеры уже выходить пехотой к центру здесь минус утром инженера очень обидно на самом деле сейчас смотрится так мне тоже до слезы так здесь рык минус собака одна здесь минус собаки не будет успевать захватить вупси нефтяную вышку здесь миротворцы вегета разбирают медведи правда их там оглушило вот так у меня появляется пару флагов объясню почему потому что я во всем боялись есть интересная стратегия 2 на 2 когда оба альянсера идут в воздух или быстрый креокоптер вот и могут очень сильно продать то есть один строит например кириокоптер и другой виндик и вы можете жестко очень от этого потерпеть так здесь что-то тупил мсв от коммуниста оно не ехало вот странно он поставил с на самом деле здесь пушка простреливать не будет ну да ладно не судя таких прям дропов я думаю он здесь не ждал это просто так чисто для галочки он ее поставил вот здесь появляется аэродром переезжает мсв от вегет и скорее сюда не дотянется на самом деле мне кажется чтобы поставить нефтяную вышку смотрим кстати интересно у него инженер очень поздно бежит на нефтяную вышку здесь от вупси тоже мсв на низ едет и у него какая то же кривая застройка пушка она хотя будет простреливать но как то тоже кривовато стоит так я тоже решил налево поехать то есть с вупси мы играем особо одинаково а вот здесь собственно летают индикаторы пакостничают ну и погибают кстати здесь один разбился уже видим горит земля обломки сегодня даже два разбилась вот коммунист каким то уже образом приехал в центр минусует ему здесь минусует ему туалетку так появляется аэродром у него есть уже верфь поплывал первая акула это очень хорошо будет минус энергия как минимум на самом деле дотянуло все таки мсс очень интересно такая фича захваты сразу две нефтяные вышки вегетто здесь у собачки мне мешать будет сейчас строить аэс так и вупси тоже перехватил две нефтяные вышки и кому не сейчас будет здесь один огрызаться видим альянси очень хорошо давят авиация просто прекрасно здесь сейчас минус казарма будет и тем временем халява экспандится просто так здесь выдвигается мсс неужели он будет его пытаться застравить я не понимаю здесь минус энергостанция вупси идет тоже аэродром второй же аэродром то есть он будет в масса ээр идти так не хватает энергии ему так ему и надо гаду коммунист ему здесь смысла пока что нету строит экспанд он строит его ниже ему на самом деле очень тяжело будет я кстати хочу заметить что он всегда любит играть в аэродром особенно против альянсеров и это он делает правильно так у меня только появляется аэс только у меня tier 2 появляется на самом деле мне это таким боком не мешало вот так коммунист здесь прекрасно продолжает харасси дай ему сейчас надо посеять эту акулку много дамагана если она сейчас прохаляет попытается энергию бить и здесь он разворачивается мсв раз барак два барак наверное не будет барак ставится краном а мсв уезжает потому что она здесь жестко потепит огневает точки одновременно там разворачивается а здесь куда то поехали поплыли мои голиафы вот тоже я доки делаю потому что нам надо вот этот дальний экспант наказать так здесь я что то дропаю дропаю кстати мало в самом деле но здесь самолеты сейчас никак не затачу сколько раз два три прекрасно здесь просто его перебил четыре самолета потерял один голиаф там и следующий флаг хорошо очень получилось так здесь мы пытаемся казармами как-то из центра выпереть надо сейчас этих гадов парней потому что они захватили здание нам тоже хочется на самом деле вот так у нас пока что по три рифа коммунист взял четвертую уже вот и верфь подстраивается вот сюда дроп очень хорошо был бы сейчас уместен а так здесь мои судя по всему как там флаки минусовали а вышку к сожалению это не получилось до конца у меня поплыла уже первая акула так она здесь не застревает это хорошо а вот наглую пушка наглая усанула рефу коммунисту до сих пор работают по четыре нефтяные вышки у альянсеров здесь энергия осталась и строится опять казарма появляется вверх вупси кстати очень защищена у него здесь мейн тоже можно как-то наказать у меня идут копится акула уже третья там поплыла и сам я мсвишка куда-то переезжая не знаю куда так и заморочка была кинута в то время еще была кинута клякса скорее всего здесь погибли миротворцы а без энергии седведета появляется у него военный завод и где то где то у коммунистов в какой то момент должно строиться уже скоро тир 3 мне память не изменяет так здесь я пытаюсь что то сделать казармы тем временем и акулы плывут уже наказывать наказывать эту экспант на воде и мне еще будет коммунист помогать здесь есть два эсминца в принципе наши четыре акулы с ним то справиться вот здесь призывник герой пытается настануть нефтяную вышку но у него это конечно не получится появляется у меня здесь тесла что то я хотел заинженерить но тесла скорее всего умрет надо будет попытаться максимально больше чего убить здесь вот здесь миротворец конскрим все там харасит прекрасный дроп по коммунистам перехватывает обогатитель у него уже 5 обогатитель вот обогнал у меня здесь сейчас по экспандам и начинается у нас налом на воду синхронному делу минусы рефа сразу пушка несут вообще она сейчас быстро развалится ведь это здесь героически огрызается есть тесла на воде коммунистам вот ну так минус танк не спасает его ты никак сейчас так 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 здесь включает магнитное поле магнитная броня из минус то есть сейчас есть дамаг идет в него не конечно сейчас главное было бы установить мсв это было бы очень хорошо здесь разворачивается ампост потому что я развернулся почти уже в ампост офигеты то есть сейчас будет пушкой там застраивать здесь минус каким-то образом минус минус потому что главное минусы 4 отвлекаясь самое интересное здесь происходит было от моей акулы на базе у меня копятся танки потихоньку копится голяв вот наконец остается Т3 коммуниста здесь к сожалению мне кажется он придется продать наверное хотя стоит и засейвить этот экспант но до сих пор приземник убивает на стенную вышку как-то опасно чем завод ставят на самом деле вегета потому что здесь может быть халя здесь мне кажется стоит продать так вот сейчас туда будет проход от меня на мэйн вупси и я ему сейчас убью его потому что танков немного на земле ему оборонять нечего он сейчас глупо очень помогает своему напарнику к слову вегета есть Т3 здесь все пытается как-то засеять но летает самолет у них очень близко аэродром стоит то есть они в большой частотой появляются так кидается заморозка она никак не спасает и не спасает это стационарное орудие самолет сейчас будет что-то пытаться здесь не убить продает две энергии сразу же и все продает здесь вупси понимать бесполезно совершенно что-то делать у них на двоих сколько четыре индикатора всего лишь сложновато будет убить так кидается кляксов здесь что-то что-то не борзел тут голяв стоит да нет здесь продавать надо бесполезно появляется киров киров дирижабль киров он самый и очень будет сложно сейчас убить это все дело так здесь такая мощная двигаться волнорезы эсминцы на воде до конца продаете вупси не смогли у него очень мало экспандов у него одна рефа всего лишь работа это очень плохо для него в то время как у вегеты работает три это уже не лучшая ситуация так я здесь про экспандился почти уже выше докупаю акулу и веду свои войска здесь я тоже делал обход и скорее всего на мейн мы тоже так минус индикатор не получилось но здесь какая-то страшная война идет индикатор на что-то гляв пытается что-то стрелять и весь раз киров один киров уже погиб судя по всему наземных войск у вегеты побольше будет здесь подвигается еще плюсы войска вупси ничего толкового я здесь сделать то не смогу но тем временем зато я на воде опять убиваю экспанд вупси так у парня уже осталась всего лишь одна нефтяная вышка для него все плохо и очень здесь строится тесла чем я и говорил нефиг было здесь ставить свой военный завод а пытаясь отчаянно ее убить аэродром конечно это как-то глупо опа есть т3 у вупси и появляется авианосец неожиданно да на самом деле единственное там и умрет скоро так здесь самое интересное у нас разлетались кировы есть тесла она скорее всего не он она глючит на самом деле она стреляла вот здесь минус завод минус энергия погибнет киров здесь основной добычу ресурсов коммунист вот кстати кирова его очень здесь жестко решает потому что наверно никак не ожидали альянсере от нас этого так я продаю доки почему я продаю доки не знаю наверно надоело через пол карты водить свои акулы я строю доки здесь сейчас буду пытаться поддавливать там вупси и то время как коммунист здесь наводит шухер вот извиняюсь за свой слайд немножко мне нравится так ну много у вегеты войск там много здесь сейчас будет минус обогатить или коммуниста появляется Наташка ей там сейчас тоже можно неплохо поднаказывать так здесь что-то проход делается мне на мейн на самом деле это очень плохо потому что у коммуниста нет наземных юнитов мне будет сейчас там очень неприятно биваться но к счастью разворачивается вегета обратно ему сейчас нет до моего мэйна явно нельзя с Кировой разлетались до Наташи всякие отстреливают что попадись вот тем временем убивать коммунисту рефу здесь у нас нормальный экспант но я уже строю на базе вупси обогатители и сейчас буду активно давить туда юнитами так здесь выцепил я Афину убиваю ее плетью надеюсь я перехвачу пушку здесь умирает Киров но Киров смотрим здесь кому не смог выгнать с этого участка вегета это просто офигительный поступок на самом деле вот здесь есть тесла рабочая по производящим заняну все нормально все есть так здесь налом на меня много волнорезов терпит моя акула тем более что эсминец может подводу стрелять если не ошибаюсь но сейчас он не может стрельку что конечно не собраня ключи да он не может вообще стрелять здесь каким то образом мне приходится убивать все это дело если я не ошибаюсь сейчас вообще там два дока построим потому что я помню что-то мне там плохо сейчас придется так а вот коммунист здесь разобрал разобрал авианос но он успел использовать обилку эмми и ракету кинул и сейчас акулы вот тут стоят ничего сделать не могут и рано или позже они там погибнут а бедный вукси никак не может уйти с воды и никак он не может помочь сам оппоненту потому что зря он экспантис на ваге на самом деле вот в центре если бы у него две реферы хотя бы одна работала это было бы более сейво ебу мы сейчас никак не сможем снести к слову моей команды у нас все хорошо у меня до сих пор нету т3 потому что у меня сейчас основная задача я давлю его здесь на воде и надо наконец-то мне его там продавить что-то он там засиделся явно здесь молотый проезжает тут мало юнитов осталось у вегетты но все-таки они штампуются давайте посмотрим что у нас там по ресурсам коммунистов не особо уйти побольше будет у меня тоже мало а вот у вегетты очень много вегетты много хотя у него всего лишь три рефа работает вот конечно плохо что нет в грудаде как в старкрафте перебросы ресурсов потому что мне кажется это бы могло бы разнообразить игры два на два в данной ситуации в данной ситуации например вегетто мог бы опти скинуть какое-то количество ресурсов и тут мог бы отстроиться как-нибудь получше так здесь проезд наказывается сейчас будет моя халявная база здесь заморозка третьего уровня барак сто процентов замороз но на них слишком сильно не хватит вот и что кидая здесь клякс но она здесь совершенно ничего не решает продолжает задавить и к сожалению приходится мне отдать эту базу сейчас где-то уже должен второй док скоро появится купил дредноут коммунист это очень хорошо он сейчас будет он убьет эту базу он рано или поздно убьет здесь продолжает беспределить как заморозку хорошо кинули там вроде два молота мои потерпели хамелеон тут не умрет зато умрет молот здесь афина ветеран сожгла бедный был молот видим когда он сжигает здесь красная пятнышка остается вот ненужная тесла стоит можно было бы ее продать ну киров конечно это вся эта сила это просто ужасно у него очень много жизни очень большой дамаг сплэш вот единственный минус что он медленный но если он был бы быстрее это просто ад был бы он на самом деле так ну что наконец-то здесь вупсе удалось выпить с воды выпить вот просто он куда нам свита уехал он не ехал в центр ооо здесь интересно конечно получалось ой блин здесь апокалипс уже едут от коммуниста три штуки цел но вот о чем я предыдущем вводе говорил когда больше храме леонов остальная наземная техника особо не решает потому что у них дпс очень высокий у них очень хорошая атака они очень быстро атакуют они быстрые маневренные если минус то что они имеют так здесь дроп от меня было флагами что то я здесь убила убил афину судя по всему а кидает кому не спутник первого уровня и у вегет и не остается одна рефа всего лишь которая то скоро умрет печально здесь акулы наши дисплаты то что на воду уже никто никуда никогда не выйдет а наверно было ошибкой то что вегет в свое время не проехал и не наказал не мэйн сейчас он будет пытаться но включая плеть уже минус один хамелеон минус сейчас будет второй есть вертолет но конечно их убили напополам да вот отключая уже плеть минус еще хамелеон ну вертолет доделать свое дело прилетает ополу у меня есть галяв сейчас они подтянутся уже два карателя так ну вот конечно бмпшка против карателей это прямая контра как бы неприятная сразу два кирова летит парни вешаетесь называется если бы на них еще знаменки это можно было снизу бы подвешивать было бы вообще прикольно на самом деле вот прям можно было во время игры троллить бы мы знаем что на маяке можно писать прикольно было бы если маньяк маяк прикреплялся за юнта можно было бы писать почему так в основе 3 лет все так плохо но плохо то что не мало то юнитов и ему убивает аэродром производящих зданий у него нету опять экспонент нет экспонент экспонент работал а хотя не ему авианосом же убили опять он там остановил грибнов ветеран скорее всего сможет дотягиваться до вот этих реф вот отсюда он без проблем вроде дотянется вот так что подлагалась хотя бы аноса дальность стрельбы выше здесь был дропчик от меня молотом скорее всего сейчас дальше полетит кировы разбирается очень плохая ситуация парней они не играли в сейф они играли нагло поехал один пушить другой поехал экспонент один другому не помогал вовремя не было наземных юнитов вот и собственно поэтому они продули опять идут апокалипсисы апокалипсисы а коммунистам благодаря этому танку у меня не такой интересный армагедон вот что они говорят фразу интересную фразу так минус mcv для вообще игра закончилась и выходит уже вегета и что после здесь терять нечего и просто ну да били их вот такой интересный реплей получился по моему но игра была на самом деле очень напряженная так невозможно получить ответ на запрос так бла 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 17 минут прям как в старкрафте интересная игра так смолки у коммуниста кстати но у него мало было юнитов потому что он в основном пор взял на т3 у него в свою игру были т3 юниты вот молотом ни одного не построился я не ошибаюсь а вот я наоборот как раз давил более простыми юнитами брал массой по ресурсам ну вегета конечно же превзошел нас нас всех потом как это уже более поздней стадии игры с 15 минуты я начал превосходить и хуже всех доставалось вупсику что он достойно не защитил свою мейн в какой-то момент я ему наказал а 19 минут а 19 минут а ну здесь да 17 минут покрасно общее время 19 минут вот так ну что здесь конечно по потерям больше всего у меня играл я в мясо вообще ну хотя и убил я почти больше всех кроме вот как вупси вегета то есть он побольше здесь убил соотношение соответственно выше вот собрал ресурсов больше всех я причем намного вот так используем обилок всем делам так неплохой бой получился такой то есть два совета конечно играть очень невыгодно потому что совета откровенно мешки тяжело играть против более мобильных раз вот но повезло что парни не пушили нас там два в один например они могли бы одного из нас просто выбить вот проще наверное было бы это коммунистов потому что он играл через краны он шел в быстрый экспант я как то более менее уже сразу от воздуха начал защищаться там вот как бы они могли бы выбить и собственно я бы особо ему не помогу не смогу помочь захотел бы мои голявы там особо бы не зарешали